Бывший друг Оксимирона разоблачил хитрого европейца и анонсировал настоящий фит с первым классом. Олег ЛСП выпустил альбом, где гострайтером выступил старичок Гена Рики Эф. 140 BPM вернулись с батлом, а Нокту выпустил альбом. Об этом и многом другом в сегодняшнем ролике отобрал для вас только самые интересные работы. Также напоминаю, что завтра в 18.00 я бесплатно слушаю и оцениваю треки от подписчиков, поэтому не пропустите. С вами Атон Акулич и вы смотрите проект Рэп Ньюз. Приятного вам просмотра. Дорогие подписчики Рэп Ньюз, хотите стильно одеваться, но при этом не переплачивать? Тогда рекомендуем вам годный магазин кроссовок и одежды Hustle.RF. В наличии более 3000 кроссовок, редкие и эксклюзивные модели, которые вы не увидите в обычных магазинах, уже ждут вас. А материал и качество не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно легко проверить. У Hustle есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если вам товар не подошел, его можно запросто вернуть. Только для наших подписчиков действует промокод Рэп Ньюз, повышающий скидку с 15 до 30%. Не переплачивайте в других магазинах и покупайте стильные вещи и кроссовки только на Hustle.RF по доступным ценам. Переходите по ссылке в описании и убедитесь сами. Не забудьте, промокод поможет сэкономить. Пожалуй, самой обсуждаемой новостью последних дней является обострение у бывшего друга Оксимирона. Он, наконец-то, выдал реакцию на фит Оксимирона и первого класса. Даже не реакцию, а нечто большее. И пока Окси делает тур по Америке, собирая тысячу людей... Тот, кто, по его мнению, всегда за ним донашивает, зарелизил совместный трек с Первым. Но, чтобы работа вышла в свет, нужно закинуть ему денег на сведения и, внимание, клип. Также он считает, что Первый не записывал трек с Мироном, что это все проделки нейросетей. То есть, еще раз, видео с респектами и куплет на треке, по его мнению, это нейросеть. Привет, Окси. Это Первый на связи. Большой тебе респект за это. Все нужно подвергать сомнению, но чтобы настолько? Может быть, Первого класса не существует вообще и все это нейросеть? Напомню, в девятнадцатом году про возвращение Первого класса и фанатов РВ он говорил следующее. Скажи, как тебе возвращение, камбэк, Первый класс? Я не могу рассказать ничего конкретного, но это такой колхоз. Это 2006-2007 год. Кто-то нажал на кнопку пауза и там ничего не изменилось. Вообще ничего не изменилось. Ты про Первого класса сейчас? И про Ваню, и про класса, и про их общение между собой, про их понимание, как работает индустрия, про дистрибуцию, про проф. Но все-все-все-все-все-все-все-все-все, это такой колхоз, пи***ц просто. Может ли выйти трек, где будешь ты, Первый класс и Царь? Нет. Нет. Царь, да, а в тройке нашей, вот я ничего... Типа, вот я эту аудиторию, вот серьезно, я бы их отправил в Италию, блядь, вот там где-то все началось. Я бы их отправил в Италию и вокруг просто колючую проволоку бы нацепил, и вот там их на карантин бы запер без масок и без дезинфекции. Ну ты злодей. Словую историю РЭП-поиска, блядь, в Италию, вот как раз в центр эпидемии, колючую проволоку вокруг, буй с ним. Ну ты злодей, злодей, конечно. Бомбу еще кину туда. Камбэк Первого класса ты не оценил. Не, 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 не оценил. Да это блядь. Представляй, вот представь, я сейчас выпускаю трек, батл-трек, где я просто поголовно проезжаюсь. Вот смотрите, Серега выпускает виз на грибы. Вот так примерно я бы воспринял этот комбэк. Типа, ну вообще, что ты, блядь, сколько тебе лет? И вот проходит время, и он уже заявляет, что никогда ничего плохого не говорил. Наверное, это снова проделки нейросети. На вопросы подписчиков, почему так произошло и зачем все это Оксимирону, он ответил в своем стиле, многословно. Потому что Мирон еб**ый лох. Еб**ь терпила. Еб**ь цемер. Мразь гнилая. Предатель. Обиженный на жизнь у е**ок, которого чертили в школе, блядь. От которого родители, за которого было стыдно. Все такая хуйня. Просто, блядь, отброс этого е**анного общества. Объясняю, идите на хуй, садите мне хуй, садите мне член, садите мне мою золу, облизывайте мою хуй, делайте что угодно своим ртом, с моим ч**ом. Объясню, это единственное объяснение, которое вы от меня получите. После заявления о том, что бывший друг Оксимирона запишет фит с первым, на это отреагировал родной брат Артема и дал комментарий для паблика первоклассный рэп. Спасибо Димешоку, что он меня немножко заранее похоронил. Жить, наверное, долго буду. Тоже классно. Также проскочила информация, что я как бы фейк, живу в Москве. Да, Москва очень красивый город, два раза в нем был. Может быть, еще слетаю, посмотрим. А сейчас нахожусь недалеко от города Бремен. Вот это как бы наше предприятие, где я работаю, вот это и коммашин геймиха. Еще небольшая информация, допустим, о Артеме, что он на лэбле Ренессанс. Это не так. Мы подписаны или Артема подписали на лэбл ДСХХ. Также не могу дождаться пятницу, 13-е, потому что как бы выходит фит Шока с первым классом, в смысле с Артемом. Давайте сделаем так. Так как Артем ничего не знает, ничего не будем ему говорить. И когда выйдет трек, и Артему просто его скину, посмотрим на его реакцию. Будет классный сюрприз, я думаю. Комментарий этому всему был весьма оперативный, который снова записала нейросеть. Если бы кто-нибудь передать этому тупорылому колхознику, что я еще не выпустив трек, заработал больше, чем он заработает за всю свою ебанную жизнь. Я серьезно. Я уже заработал больше, чем этот ебаный колхозник заработает за всю оставшуюся ничтожную жизнь. Вот. И не забудь передать, что я ебал всю их семейку Франк, блядь. Я ебал их маму Франк, ебал папу Франк, ебал Жеку Франк, ебал Артема Франк. Я ебал всех ваших детей Франк. Я ваша сука, все рода дерево ебанное. Трек Стриплойн был анонсирован еще месяц назад. Сейчас же на куплете появился первый. Я не ебал, не ебаный, не крал, не тюрпила и не пидор, я с тобой не хитовал. Первый класс, а я прям надливаюсь на противень, за твои манаты хуй, что ты как скриптолет? Опять же, все это по заверению бывшего друга Оксимирона, который буквально вчера обвинял автора канала с нейросетью в донатах украинцам, а позавчера просил его сделать куплет голосом первого класса. А после отказа застрайкал ему канал. Что же, ждем пятницу 13-е и послушаем, что же нам там подготовил дед, который, стоит отдать должное, умеет на ровном месте подогреть к себе интерес. Даже постановочными голосовыми сообщениями в ТГ. Так, чтобы никто потом не утверждал, что это фейк. Вот, снимаю. Не запись экрана, а именно. Телефон на телефон. Йоу, всем привет, это первый класс. Я залетел на трек «Мой ману щелку», он выйдет в пятницу 13-го. Не ведитесь на фейки, никаких куплетов я инагентом и предателем России никогда не писал и не буду. Меня в соцсетях нет, никаких пабликов в ВК у меня нет. И мой брат давно умер. Блядька, вот это вот, моему мэну шоку, это такое устаревое, кринжатина просто. Можешь, пожалуйста, перезаписать? Вот, не очень звучит. И, окей, если хочешь, я перезапишу. ЛСП выпустил альбом «Несчастные люди». Это уже седьмой альбом белорусской группы. На релизе 11 работ, большинство из которых о любви, о том, что не везет с деньгами и не везет со страной. Что интересно, большинство треков были попсовыми и все бы ничего, но оказывается, что два трека из альбома были написаны баттл-рэпером Рикки Эфом. То есть, понимаете, Гена никуда не пропадал, он просто помогает другим создавать музыку и гостратит таким же, как ЛСП. Вечная весна и стоп-игра далеко не рэп, но их помогал делать Рикки Эф. А мимо попсы есть и рэпчик, например, на треке «Троянский конь», на которой была снята неплохая экранизация. Баттлы потихоньку возвращаются на рэп-радары. 140 BPM баттл после долгого затишия провели ивент, за организацию которого отвечал Отто. Первый поединок был также с его участием и Сергеем Горошко. Крутая картинка, хорошая графика и внезапно Дэн Чейни в роли ведущего, который менее года назад заявлял, что больше не будет заниматься и интересоваться баттлами. Помимо этого, выпадает шанс получить свой кусочек хайпа и для рэперов в онлайн-баттлах. Стартовал легендарный 18-й независимый хип-хоп-ру баттл. На который залетели уже слава КПСС. Рэпер очень похожа на Дэна Чейни, который забросил баттлы. И старичок Рома Суровый. Из-за обилия плохой музыки и треков для тиктоков, многие стали забывать о хип-хопе и о том, с чего все начиналось. Нашел для вас интересное шоу под названием «Рэп-рукава». Обычные пацаны, где один делает рэп, другой бьет татуировки. Решили объединиться и рассказывать простым языком историю хип-хопа. Запись трибютов легендам и непринужденное общение встречаются с искусством татуинга. Например, в последнем выпуске шоу Андрей и Костян решили шагнуть дальше и замиксовали в проект уличную моду Санкт-Петербурга. Теперь они снимают местные бренды одежды. Пока руки не будут забиты, первый сезон не закончится. Нет, мы набиваем не Басту, но не того Басту, а Басту, который... Баста Райенс. Баста Райенс, да, из Нью-Йорка. Чувачка из Бруклина, который прямо дикий мясник. Человек, который входил в топ-3 самых быстрых рэперов до Эминема наряду с, по-моему, Твистой и Крэйзи Боуном и с Боун Факсон Хармони. Да, они еще в 90-х были чуваками, которые успевают читать 6 слов в секунду. Твердят, что я валю, как беги с душой, бегала, пойман в теле Биг Вана. Стилю исправно и для тех, кто в деле недавно. Эти строки врежутся в память, словно телереклама. И если кто-то до сих пор считает себя модным, то вот Эл Ван каждый год накануне своего дня рождения выпускает новую работу от персонажа под псевдонимом Лев Валерьяныч. В новом клипе он называет себя настоящим OG и говорит, что готов к батлу. Рэпер из Москвы Тимонин ННК, делающий в юго-западном стиле, представил новый трек и уже готовит альбом. На протяжении долгих лет он писал тексты для песен, а сейчас Тимонин в основном пишет правильный рэп со смыслом про наболевшие уличные темы для простых пацанов. Несмотря на сложности в жизни, он самостоятельно старается пробиться и подняться с самых низов. Работает над благотворительностью и даже создал свой лейбл «Банда опасных улиц». Крафтс продолжает успешно работать с Геопикой, и вот они выпустили простенький совместный клип «Волна». Стоит отдать должное, мужики создали крутой дуэт, и у них обоих получается по-новому раскрыться. «Мы встречали рассветом, ветер дул на восток». Тони Раунд и группа «Bad 3 Boys» записали свою версию Пэйна. Получился «Shut You Mount», и это очень даже неплохо. «Shut You Mount»! И если музыка Тони Раунда могла показаться слабой, и хочется чего-то еще более жесткого, то предлагаю послушать альбом от «Нокту». Релиз «Кровь и пот» точно понравится тем, кто любит хоррор. Там, кстати, помимо Сагата, появился внезапно и Томас Мраз. Федя Букер выпустил клип «Мой менталитет», в котором в подробностях показал Санкт-Петербург. Не с красивой картинки, а тот, который обычно не попадает в объективы камер. Вокзалы, рынки, пятийное заведение, бездомных и даже стихийный мемориал Пригожину. А на этом новости сегодня все. Напоминаю, что по четвергам я бесплатно слушаю треки от подписчиков. Залетайте послушать и скинуть свои. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. С вами был проект Рэп Ньюз и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok